22 июня 79 мирных рассветов отделяет нас от одного изменившего мир и жизни миллионов людей. Брестской крепости в этот день погружают в эмоции 41-го. Ведь о подвиге защитников узнают не сразу, а лишь спустя годы после победы. Ровно в 4 часа утра 22 июня немецкая артиллерия открыла массированный огонь по Брестской крепости, били из почти всех орудий 12-го пехотного корпуса вермахта тысячи снарядов и мин. С первых минут бойцы встанут в ружье. Защитники будут сражаться даже тогда, когда от количества выпущенного огня по цитадели плавился кирпич, одним словом, непокоренные. Штурмовые группы немцев не ожидали такого отпора, но все же крепость оказалась в осаде. 24 июня рукой капитану Зубачева будет написан приказ номер один об обороне. Силы оказались неравны. Тяжелейшие очаги сопротивления на Волынском и Кобринском укреплениях. А на пограничном острове, скрытом от посторонних глаз, борьба шла в рукопашную. Когда крепость не покорилась, немцы обрушили на нее свинцовый ливень артиллерии, а еще через неделю обороны – авиацию. Если Брест пал к 7 утра 22 июня, то сопротивление цитадели продолжалось почти месяц. Такое место, где началась война вот в это время. И, знаете, ну, тяжело вспоминать, сколько много людей погибло и отдало свою жизнь за то, чтобы был сейчас мир в нашей стране. Он и есть, слава Богу. Именно отсюда все началось. Не хочется говорить, что началось, но началось отсюда. И мы гордимся тем, что проживаем в городе Бресте над Богом. Они сумели отстоять такую большую, напасть на них, такую большую атаку, которой они не были готовы. Потому что они смогли, самое главное, сдержать оборону. Они показали то, что мы сильные. Стояли насмерть, умирая, не сдавались защитники. Каждый год во время митинга реквиема крепость замирают в тишине, за которой большая боль и благодарность. От наследников победы – алая россыпь цветов к вечному огню. Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм и выбираем свой путь. Здесь, на героической земле Брестской крепости, еще раз осознали масштаб того подвига, тех жертв и страданий, которые перенес советский народ. И пусть те люди в Европе, кто занят сносом наших памятников, стиранием нашей истории, призывами в наш адрес не говорить больше о войне, вслушаются в то, как сегодня здесь тысячи сердец бьются в одном ритме. 1418 дней ада на земле. Неужели и вправду можно подвергнуть снисхождению ради сиюминутной политической выгоды? Разве можно придать память о каждом третьем, кто уже никогда не станет частью семейного портрета? Крепость наших сердец, наше прошлое и будущее. На священной земле цитадели еще в июне 41-го начали добывать победу мужеством, стойкостью, несгибаемым духом. А в такие же жаркие юнские дни только уже в 44-м году началась наступательная белорусская операция «Багратион» – образец военного искусства. Она предопределит исход Второй мировой, а для нас Великой Отечественной войны. Так сказать, двигаемся с запада на восток. Передаю слово моей гомельской коллеге Ане Корольчук. Да, Кристина, действительно, наступательную операцию «Багратион» называют триумфом советского военного искусства. Она вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне. Около 400 тысяч гитлеровцев были уничтожены или взяты в плен. И сделать это было крайне непросто. К весне 44-го года Красная Армия практически полностью освободила Украину и подошла к границе с Румынией. Однако территорию нашей республики противник укрепил с особой тщательностью. В освобождении Беларуси участвовали войска четырех фронтов. Секретную операцию пришлось начать на несколько дней раньше намеченного срока, чтобы поддержать партизан, против которых действовали карательные подразделения гитлеровцев. 22 июня, в третью годовщину нападения на СССР, советские войска провели разведку боем. А уже 23 числа Красная Армия перешла в наступление. На 1944 год преимущество Красной Армии было огромным. По живой силе преимущество в два раза. Потому что в операции участвовало 2,4 миллиона солдат и офицеров Красной Армии по всей линии фронта. По тяжелой технике и артиллерией преимущество Красной Армии в три раза. И преимущество по авиации в четыре раза. Советские войска двигались с головокружительной скоростью в среднем по 20 километров в сутки. Застегнутая врасплох валеная германская армия не оправилась от шока ни через день, ни через неделю после старта наступления. 3 июля произошло долгожданное для всех белорусов событие. Освобождена столица Беларуси. В 80-ю годовщину начала легендарной операции на единственном в республике мемориале, посвященном Багратиону, прошел торжественный митинг, который собрал более 5000 гостей. Я сын Героя Советского Союза Николая Спидонча Павлова. В 43-м году, 21 декабря, он защищал деревню Дуброво. Там совершил подвиг. Подбил лично пять танков. Потом он был ранен. После ранения защищал, как раз участвовал в боях по освобождению Беларуси. Операция Багратион. Сегодня радостное событие, потому что положен был 80 лет назад старт освобождения нашей земли. И в каждом уголке нашей любимой синевкой Беларуси происходят эти события. И такие места надо развивать дальше и дальше, чтобы молодежь, которую мы сегодня воспитываем, воспитывала дальше своих детей. И эта преемственность поколения продолжалась так же, как и все эти 80 лет нашей свободной Беларуси. У нас открыты десятки музеев и сотни экспозиций, рассказывающих о героизме народа-победителя и ужасах, творимых нацистами на оккупированной земле. Донести историческую правду до молодежи хотели и создатели анимационно-документального фильма «Мемориальный комплексы Беларуси», предпремьерный показ которого прошел сегодня. В широкий прокат лента выйдет 27 июня. Именно здесь, 10 лет назад, 21 июня, я был на открытии этого комплекса присутствия операции «Багратиур». И именно здесь у меня вообще родилась такая идея. Именно на этом месте. Поэтому это достаточно знаковое место для этого проекта. Сегодня в Светлогорском районе стартовала информационно-просветительская акция «Дорогами славы». До конца июля представители Федерации профсоюзов Беларуси и общественных объединений с автопробегом посетят населенные пункты, где развернулись ключевые сражения операции «Багратион». Столько знаковых моментов объединены общим смыслом. Смыслом настроя на победу, смыслом нашего национального единства. Я убежден, что дальнейшие наши точки остановки – это и Бобруйск, это и Червень, это Полоцк, Гродно, Брест – и я убежден, пройдут на таком же потрясающем общественном подъеме. Знаковым моментом акции будет торжественная передача населенному пункту точной копии штандарта фронта, который освобождал регион. В Светлогорском районе им стало знамя Первого Беларусского фронта. Операция «Багратион» продолжалась до 29 августа 1944 года. Вторым ее этапом стало движение к Шауляю, Вильнюсу, Каунусу, Белостоку и Люблину. Войскам поставили задачу развить успех в глубину и занять важные плацдармы на Висле. Общий фронт наступления советских войск расширился от Балтийского моря до Карпат. За два с половиной месяца «Багратиона» Красная армия отбросила некогда мощнейшую группу армий «Центр» на запад на 600 километров. Кроме освобождения нашей республики, от врага также были очищены значительная часть Литвы, части Латвии, восточные районы Польши и созданы условия для дальнейшего штурма Германии. Так, белорусская наступательная операция стала одной из определяющих вех в истории 20-го столетия.